Здравствуйте, меня зовут Андрей Савчук и сегодня я хотел бы познакомить вас с настройками камеры Kinefinity MAU. Значит, панель управления вообще меню в Kinefinity выглядит вот таким вот простым способом, буквально несколько кнопок. Нас сейчас интересует вот эта кнопка, которая нам позволяет попасть в глобальные настройки меню. При нажатии на нее мы попадаем с вами вот в такое менюшко, в меню. Здесь есть масса подпунктов, сейчас мы с ними разберемся, что мы там можем настраивать. Значит, в меню Shooting у нас находится первый пункт, это Default кодек, то есть какой кодек камера будет записывать. У нас нам предлагаются следующие варианты, то есть мы можем писать в секвенции CinemaDNG три варианта, три различные степени сжатия. И мы можем писать видеофайлы с кодеком Apple прорез, то есть со всеми возможными видами, начиная от 4.2.2, от Proxy до 4.4.4.xq, то есть максимальный прорез кодек. Также в скором Kinefinity обещают встроить поддержку своего RAV кодека, GeneraV. Пока его нет. Далее. Далее у нас там идет в Shooting меню Slave, где мы можем настраивать, какая служебная информация может быть записана в текстовый файл, который камера кладет непосредственно в каждую папку с дублем. Все это забивается через камеру, не очень удобно, но такая возможность есть. Далее мы можем настроить некие пресеты, так называемые Customized Sensor FPS, то есть пользовательская скорость съемки. Здесь вы можете настроить три пресета скорости, которые вы наиболее часто можете использовать, какие-то, допустим, нестандартные, которые у вас будут появляться быстро в этой менюшке быстрого вызова скоростей, то есть там они могут быть. Далее, значит, мы настраиваем Project FPS, то есть скорость непосредственно, скорость, с которой будут проигрываться все снятые файлы в вашей монтажке, то есть независимо от того, с какой скоростью вы будете снимать, то есть снимать вы можете там от 0, ну то есть 1 кадр в 5 секунд до 192 кадров в секунду, все ваши файлы в монтажке будут играться с той скоростью, которую вы здесь установите, то есть от 23976 до 60 кадров в секунду. Далее у нас идет пункт Project Blanking, то есть это непосредственно каши мониторные, то есть это просто каши, которые ставятся на съемочные мониторы просмотровые и используются вами для кадрирования при съемке, то есть у вас появляются такие полупрозрачные каши, которые не записываются в видеофайл и они используются только для ориентирования, то есть здесь есть, мы видим все стандартные каши и у нас даже встроено каши для Инстаграма, то есть вертикально 9 на 16. Дальше, значит имидж формат. Значит в имидж формат мы выбираем, какая площадь сенсора используется для съемки, то есть у нас есть 4 варианта, то есть Super 35, S35, у нас используется вся матрица камеры, то есть пишется максимальное качество и у нас в этом режиме предлагается определенный набор, который мы можем выбрать по разрешению съемки и по скорости съемки. Дальше у нас пошли режимы так называемого кропа матрицы, то есть уменьшение площади сенсора, который будет снимать, то есть квадратный М4-3, Super 16 и 16 мм. Чем меньше площадь сенсора, тем быстрее по скорости может снимать камера. Даже при кропании сенсора у нас увеличивается изображение, то есть обрезается изображение при съемке, но качество картинки у нас остается высоким, то есть у нас не появляется ни зерна, ни каких-то других артефактов. То есть разницы между 16 мм и Super 35 именно по визуальному картинке вы в общем-то не увидите. Далее значит сенсивити мод мы выставляем в каких единицах, как по какому стандарту у нас смиряется чувствительность матрицы. То есть мы можем выбрать стандартный режим ISO-мод или E-мод, то есть нам предоставили. Дальше идет ISO Highlight Stop. Это у нас сдвижка диапазона яркостного, то есть которая позволяет нам путем сдвига диапазона светлую или темную часть, как бы при съемке доставать информации больше или из светлых или из темных участков изображения. Здесь у нас по диафрагмам есть вот такие вот ступени, куда мы можем двигать изображение. Дальше у нас идут два пункта здесь Save as Presets, то есть мы можем все настройки, которые мы забили, мы можем сохранить себе кажется в шесть пресетов, которые можно быстро вызывать из памяти, если это необходимо. И пункт Active Mount, то есть Active Mount это у нас байонет в камере Kinefinity, он быстро меняется, то есть сама камера Kinefinity имеет свой байонет и в него можно быстро поставить байонет Canon, Sony, PL, Nikon они по-моему перестали поддерживать. Вот, все эти маунты, не все точнее, ну Canon Mount, он идет с встроенной электроникой, которая может рулить диафрагмой, электронной диафрагмой в Canon совместимых объективах, если вы ими пользуетесь. И при использовании такого объектива, у которого электронная диафрагма, используя меню Active Mount, вы можете либо включить, либо выключить как бы электронику байонета, который стоит в камере. И опять же, если вы вставили этот объектив Canon, а у вас диафрагма электронно не рулится, то обязательно надо сходить в это меню и проверить, что позиция Active Mount не стоит на пункте Disable. А вообще сразу покажу, что если вы поставили с электронной диафрагмой объектив, то сама диафрагма крутится просто вращением вот этого вот колесика. Вы его вращаете и у вас диафрагма открывается или закрывается. Далее у нас идет меню Live View. Что мы имеем в этом меню? Мы можем здесь выставить баланс белого по серой карте, то есть автоматически его настроить. Первый пункт меню, к сожалению, плохо видно. То есть если им воспользоваться, нам камера предложит, что поместите серую карту перед камерой, чтобы она занимала как бы всю площадь кадра. Вот, окей, и камера настроится по этой серой карте. Значит, далее у нас идут... А вот предыдущий пункт меню, видите, у нас назывался. Вот слева Custom White Balance. Значит, дальше идет пункт меню Glide. Здесь мы можем вызвать на просмотровые мониторы, можем вызвать различные, как сказать, ограничивающие рамки, которые вам позволят ориентироваться. То есть мы можем вызвать прямоугольник, допустим, который нам... Есть такое понятие как бы Safe Frame, то есть любой телевизор или проекционное устройство обычно часть кадра по бокам в каком-то процентном соотношении как бы отрезает. И чтобы уже не видеть информацию, которая явно будет отрезана, то есть ориентироваться, есть такое понятие как Safe Frame, то есть вызывают специальные такие прямоугольники, рамки, которые покажут нам, какая часть изображения будет отрезаться, и вы ее на телевизоре просто не увидите. То есть здесь все это можно вызвать, то есть можно вызвать марку, ну, крестик по центру, вот, прямоугольник, просто уголки и т.д. и т.п. Значит, также на экране можно вызвать так называемые барсы, то есть шкалы серого таблицы, вот. Просто чтобы как бы глаз у вас не... Ну, глаз имеет привычку как бы замыливаться, вам может казаться одно, хотя на самом деле другое, вызвав табличку серого на экран, вы позволяете глазу как бы получить точку привязки к тому освещению, где вы сейчас находитесь. Также мы можем вызвать сетку третей и т.д. и т.п. То есть вы видите здесь. Значит, дальше у нас идет пункт, пункт вызова гистограммы. Значит, гистограмма может показываться двумя вариантами у нас здесь. Значит, она у нас может быть пост-RGB и пре-RGB. Точнее, RAF-RGB, то есть у нас может показываться гистограмма сигнала в логарифме. Это RAF-RGB, то есть в том... В том виде, в котором снимает камера. То есть сама камера снимается всегда в логарифме. Там нет никаких вариантов. Просмотровые луты. Вы можете смотреть как бы результат съемки либо опять же в логарифме, либо через просмотровый лут. Вот он существует. Вы можете любой лут включить и смотреть непосредственно картинку или запись с ним. Вот. И гистограмма в камере может показывать как бы значения непосредственно логарифмические или уже с примененным лутом. И, собственно, в этом пункте меню их можно настроить. Значит, дальше. Зебра. Зебрам вы можете в мониторе настроить зебру, где у вас будут в такой бегающей рамочке показываться те изображения, те значения в картинке, которые по яркости выпадают из того диапазона, который вы непосредственно здесь настроите. То есть, вы можете в процентах настроить яркостную составляющую, после которой камера вам будет подсвечивать значения, которые выпадают из этого диапазона. Дальше. Магнифай. Увеличение. В самой камере, опять же, есть такая кнопочка. Вот она, увеличилка. Которая нам позволяет на мониторе, на мониторчике только съемочном мониторе, увеличить изображение во сколько-то раз. Непосредственно вот здесь мы это настраиваем в 100, 200 или 800 процентов. На 800 процентов. Чтобы вы могли более точно навести фокус. Это не значит, что изображение будет записываться увеличенным при съемке. Нет. Это только просмотровая вещь, которая позволяет более точно навести фокус. То есть, увеличили фокус, навели и опять сбросили это увеличение для непосредственно снимать. Та область фокуса, которую, когда вы увеличили у вас на экране, показывает только часть изображения, по ней можно также двигаться колесиком камеры. Значит, далее. Поддержка аноморфотных режимов. То есть, камера может снимать в режиме аноморфот и она поддерживает различные соотношения сжатия. То есть, аноморфотные. В зависимости от объективов, которыми вы пользуетесь. Здесь нам предлагают, вот вы видите, следующие коэффициенты сжатия. Это именно, опять же, коэффициенты просмотровые, которые идут у нас на монитор, чтобы не смотреть вытянутые изображения аноморфированные. Значит, дальше. Видео output FPS. Это непосредственно с какой частотой обновляется сам этот съемочный монитор и какой сигнал подается на выход SDI камеры, который идет на внешний просмотровый монитор. Только просмотровые вещи. То есть, здесь мы можем выбрать стандарты 50, 59, 94 и 60. Далее два пункта Shutter Mode и Color Temp. То есть, это просто служебные пункты. В каком виде у нас отсчитываются, в каких единицах у нас считается шаттер, то есть скорость затвора. Она может считаться в градусах, стандартное киношное значение. Либо она может считаться в секундах, как считается в фотографии. И Color Temp List. То есть, как назначается у нас цветовая температура. White Balance. Вот это вот. То есть, список Full. Это у нас здесь выпадает больше значений. То есть, температура разбита на более мелкие как бы градусы, чем... Там еще есть какой-то то ли Short, то ли что-то такое. То есть, там более простая менюшка. Далее. Значит, Setting. Это внутренние служебные настройки камеры. То есть, здесь мы имеем... Первое. Fun Speed. Это скорость работы вентилятора. То есть, вентилятор охлаждения. Вентилятор охлаждения встроен в камере. Его можно поставить на следующую процентовку. При 30% его практически вообще не слышно. При 100% ну... Да, гудит. При... Извините. При... При... При выключенном положении. Off. Рано или поздно. Скорее всего, рано. Камера все-таки перегреется. И, как минимум, повисит. Как минимум. Далее. Далее. Значит. У нас есть режим Fun Stop. То есть, когда идет запись. Есть два варианта у нас режима. То есть, мы можем вентилятор выключить на время записи. Камера будет абсолютно бесшумно. Либо, можно поставить позицию. Вентилятор даже при записи не выключать. Все это нужно обычно при записи звука. Как бы критично, если звук не пишется, то, естественно, охлаждение лучше не выключать вообще. Так. Дальше. Значит. Камера у нас имеет встроенный модуль Wi-Fi, который позволяет нам по Wi-Fi через телефон, через планшет, приложение осуществлять настройки камеры менять и, собственно, запускать ее на запись. Далее. Мы можем поставить системное время, дату. Далее мы можем поставить, значит, тайм-код, который у нас пишет камера. То есть, тайм-код может быть у нас трех видов. Freerun, Record и внешний. Также мы можем поставить начальный тайм-код пользовательский, который нам нужен при записи, если он нужен. На каком языке у нас будет меню. Языка два. Английский и китайский. НД. 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 Что такое? Значит, есть у Kinefinity кинемаунты, то есть байонеты с встроенными электронными фильтрами. Они именно электронные. То есть, стоит кристалл, который под напряжением затемняется. И здесь мы можем настроить, с какой ступенью, с каким приращением будут, собственно, эти фильтры у нас затемняться. Опять же, затемнение этих фильтров, если они есть в камере, в байонете происходит через колесико. Круче колесико, фильтр затемняется. Далее, значит, main screen. Это непосредственно, как у нас выглядит этот монитор. То есть, в режиме, как он сейчас находится, бриф, у нас на нем всегда показывается вся служебная информация. можно поставить там режим Clean. У нас будет просто чистая картинка без всех этих менюшек. SSD File System. Собственно, в какой файловой системе будут отформатированы ваши флешки. То есть, она может быть двух видов. HFS – это система macOS. Либо, может быть, NTFS. Там есть второй вариант. То есть, система Windows. Есть ли какая-то разница по скорости записи, по скорости считывания? Я не знаю. Я работаю на Macintosh и использую систему HFS. Clip and Loop. Значит, это у нас при плейбеке на камере. Что будет происходить с текущим дублем, когда мы доходим до конца проигрывания. То есть, он может либо останавливаться, либо Loop начинать играть сначала. и Power Threshold. При каком вольтаже минимального аккумулятора, камера вам начнет писать, что батарейка сейчас закончится. То есть, вот внизу у нас идет вольтаж и в процентах она пишет, для своих батареек она в процентах пишет, сколько ей примерно стало жить. На большой по мере кинфинити батарейки, это 95, кажется, ватт. Она живет в районе 3-3,5 часов, камер. А, ну вот я вам уже рассказал, что может быть файловая система HFS и TFS. Клип может быть либо по кругу, либо останавливаться. Следующий пункт меню глобальный, это Lab Tech. То есть, мы можем загружать луты в камеру. Значит, там есть встроенный лут, нейтральный, от компании Kinefinity, которая называется KC Natural. То есть, он приводит съемочное изображение к стандарту RX 709. Также вы можете с флешки загрузить какие-то свои пользовательские луты, если они вам нужны. И, собственно, во время записи, во время съемки подгружать их в просмотровый монитор. Что такое Light Matter Compensation, я толком пока не выяснял. Но, если просто дергать это значение, то у нас на монитор затемняется или осветляется. Опять, на съемку это не влияет. Это все чисто визуальное значение просмотровое. Значит, меню Sync. Еще несколько служебных вариаций. Значит, у нас есть на камере лампочка. Вот. И при записи, то есть, она загорается может красным или не загораться. То есть, включена эта лампа или не включена. Не знаю, там в темноте может чего-то мешать кому-то. И, допустим, ее можно выключать. Также в камере есть бипер, который прописывается. То есть, камера пищит при старте записи. И сигнал пикания еще прописывается в звук. Также в сам съемочный файл. Что, в принципе, наверное, удобно для синхронизации звука. То есть, там бип прописывается, потому что сама камера пишет, если вы пишете move, она пишет звук и в этот move файл. И она всегда обязательно кладет две лавки, левый и правый каналы. Ну, так как у нее микрофон есть свой встроенный, она кладет два звуковых файла просто рядом с квиктаймом. То есть, звуком можно пользоваться как встроенным, так и отдельным. Ну, соответственно, если у вас идет отдельный звук, то по этому пипу, очевидно, удобно синхронизироваться с изображением. Значит, 3D Master, 3D Slay это что-то связанное с 3D съемкой. Неинтересно, а Mirror, то есть, мы можем изображение на мониторчике отзеркаливать. Если вы камеру перевернули там кверх ногами еще как-то, чтобы нормально видеть на мониторе картинку, вы можете ее здесь отзеркалить. Ну и, собственно, меню System. Здесь у нас мы можем обнулить камеру до заводских настроек, обновить прошивку или About, узнать какая текущая версия прошивки Kineo C у нас стоит в камере. Дальше, механически, значит, у нас что мы имеем про вот эти вот кнопочки. Значит, про эту кнопочку вот мы только что с вами разобрались. Средняя кнопка у нас в текущей ситуации не нажать, она вызовет нам настройку встроенного микрофона, который есть в камере. Кнопка Playback у нас позволяет проигрывать записанные, снятые файлы. Можно проигрывать, чтобы смотреть на мониторе камеры или на внешнем мониторе. Также у нас здесь имеется кнопку Magnify, я вам уже рассказал, то есть это просто увеличение для наведения фокуса. Кнопка, вот это вот, какой-то кадр нарисован. Это, собственно, кнопка у нас активации, деактивации флешки или через эту же кнопку у нас происходит форматирование флешки непосредственно в камере. Кнопка включения и выключения камеры, кнопка записи и четыре кнопки плюс колесико с кнопкой. Это непосредственно навигация по менюшке, то есть вот у нас экран, вот у нас есть меню. Через четыре вот эти предыдущие кнопки с колесиком мы происходим быстрые настройки по менюшке. То есть что мы здесь можем настраивать? Через кнопку 1 мы можем настраивать Shutter Speed. Или второе нажатие на кнопку 1 у нас вызовет сохраненные пресеты в камере и вы сможете загрузить быстро какой-то пресет, который вы уже настроили. Значит, через кнопку 2 мы можем менять быстро ISO или она же меняет, кнопка 2 меняет съемочный FPS, скорость съемки. Третья кнопка у нас позволяет включать или выключать просмотровый лут на монитор, то есть это параметр. Кнопка 4 меняет у нас либо цветовую температуру, либо меняет разрешение съемки. Вот, все это происходит, ну все это делается путем нажатия на кнопку, потом вращение колесика. То есть меняется значение и средняя кнопка в колесике, собственно кнопка OK нам это значение фиксирует. Внизу на мониторе у нас тоже некая информация, то есть собственно как будет называться дубль, который мы снимаем, сколько места свободного осталось на флешке, какой кодек мы считаем, снимаем, какой тайм-код пишется, сколько батарейки осталось и температура процессора памяти и аудио уровень, аудиометр. Вот собственно все, что касалось меню камеры Kinefinity. Надеюсь вам понравилось, всем спасибо, увидимся в следующий раз. Продолжение следует...